Ну чё, ребяточки, всем огромный приветик, с вами как обычно я, Зоин, и сегодня у нас новый крутой видосик на GTA 5 RP. Думаю, многие из вас сидят в казино, играют, постоянно чё-то высчитывают, угадывают, пытаются как-то понять схему этого казино, дабы потом в дальнейшем выигрывать кучу денег. Сегодня нам поможет новая нейросеть, будем использовать новую модель, и посмотрим, как она сможет справляться и предугадывать, на что ставить. Точно так же, как и прошлая нейросеть, она будет смотреть, чё нам упало, будет вместо вас это всё считать, чтобы вы не сидели там, не думали, не ломали себе голову, не записывали, и просто будет вам сразу показывать, какие цифры с большей вероятностью выпадут. Посмотрим, как новая модель будет справляться с этим заданием, лучше или хуже, ну а пока перед началом видоса вы не забывайте ставить свои лайки, подписываться на канал, ну и писать свои комментарии. Также вчера у нас уже были итоги розыгрыша на эксклюзивную машину с контейнера, и если же вы хотите, дабы ещё один такой розыгрыш на тачку с конта запустился, наберите под этим видеороликом 40 лайков. Но я не буду вас задерживать, полетели тестировать нейросеть. Ну и давайте сразу же перед началом покажу вам, как использовать эту нейронку. По ссылочке в описании вы переходите и заходите в Telegram Bot. Там вы прописываете старт, и у вас будут модели, которые вам нужно выбрать. Сегодня мы юзаем Richman 2S+. Это новая модель, раньше мы юзали обычный Richman S+, и он показал себя с очень хорошей стороны. Можете или довериться моим словам, или же просто зайдите на прошлый видеоролик, в котором мы юзали Richman S+. И вот там мы выиграли реально кучу денег. Ну а сегодня мы заюзаем уже Richman 2S+, и проверим, как он будет справляться с непонятным казиком. Нажимаем 2 Richman S+. И все, получается модель применена, и вам нужно прописывать слэш казик, и прописывать 10 чисел, которые будут падать за столом. Получается так, ребяточки, уже я немножечко без вас поиграл, накинул ему чисел там 20. Так, сдропнулось 26, я поставил, 26 пишем. Нечетное, получается, давай на нечетное ставим, ну давай 40 фишек начнем. ODD ставим, девяточку он еще показывает, давай еще и на девятку поставим, раз он ее хорошо так показывает. Посмотрим, что с этого получится. Поиграл я немного без вас, проверил эту как раз таки уже новую модель нейросети. Дропнулось 14. Ну как бы ничего мы не выиграли. К сожалению, пишем ему 14, получается верхняя линия. Ставим тогда, сколько, давай 80 на верхнюю линию, и смотрим, что с этого получится. В старой модели нейросети я прям на 100% уверен, так как мы со старой моделью уже кучу выиграли. Ну вот пока снова еще не знаю. Я пока поиграл, посмотрел. Вроде числа и падают, а вроде они как бы ничем не отличаются от старой нейросети. В общем, пока еще не знаю. Давай тогда 120 поставим, хотя надо было на 160 увеличить. Ну да ладно. В общем, вообще нам нужно постоянно увеличивать в x2. В этом-то и заключаться будет в основном наша тактика. Дропнулось 18. Отлично, это красное. Мы, получается, в плюсике, но небольшом. Я поставил, дропнулось 18 ему пишем. И на чем он говорит ставить третий сектор. Давай на 30 фишек, третий сектор. Посмотрим, что с этого получится. Вообще, по логике, наверное, не знаю. Мне кажется, первый упадет. Просто я тут уже сидел, играл. И третий сектор вроде падал перед этим. Но нет, это третий сектор. Красава. Залутал нам денюшек. Да, немного, потому что ставочка как бы не очень крупная. Ну, почему бы и нет. Главное, это дабы мы проверили, насколько хорошо он работает. Так, скидываем на 20 фишек и смотрим, что у нас сейчас получится с третьим сектором. Дабл третий сектор? Ну, не знаю, не знаю. Пока вообще ничего не могу сказать. Вроде как и новая нейросеть работает, вроде и старая работает. И прям различий в них я вообще не вижу. Может быть, конечно, это вот надо долго сидеть, играть. И только тогда я увижу. Пока на данный момент абсолютно ноль. То есть, как и там, иногда он предугадывает числа, иногда он не предугадывает числа. Ну, в общем, как и со старой. Но вот хороший прям такой плюсик, как и в старой нейросети, это то, что ты вообще ничего не делаешь. Сидишь себе, ставишь на числа, а он вместо тебя все высчитывает, понимает, какие числа или сектора уже давно не падали. И на какие нужно ставить. Так, получается, дропнулся третий сектор. Сектор он опять у нас предугадал. Ставим снова на третий сектор по его прогнозу. Можно бы еще и на 29 поставить. Хотя шанс, кстати, 29 не очень большой. Ладно, не будем. Интересно, упадет ли 29? Нет, не упадет 29. Дропнется. Дабл нолики. Получается, я поставил. Пишем ему, что у нас выпало. И он нам говорит на 36. Ну, давайте поставим, знаете как. Так, давайте сделаем вот так, вот 20, сюда, сюда и на 36. Он как раз-таки и показал 36, и он показал третий сектор. Ну да, возможно, кстати, дропнется что-то из трясаточек. Но по своему опыту я знаю то, что нужно ставить на дабл нули и на 36. Получается, он бы нам предугадал все, он бы нам выиграл денег. Но из-за того, что я не поставил на третий сектор, мы не выиграли. Ну, как бы ладно, бот молодец, бот нам правильную инфу сказал, не молодец я, потому что как бы не поставил на третий сектор. Ну, хотелось как-то выиграть немного побольше. Наша задача пока это не прям выиграть большую сумму денег, наша задача это понять, как работает бот. Блин, ну 35 могла дропнуться, могла прям дропнуться, но не дропнулась. Ладно, я поставил, что у нас 4 упало, и он нам говорит то, что нужно ставить на ред. Ну, давай ставим 40 фишек на красное, ну, на 15 нету смысла ставить, так что не будем. Дропнулась красная, отлично. Так, тогда я поставил 32. Сейчас будет смешно, если это дропнется первый. Нет, дропнулся все-таки третий, отлично. Тридцаточка пришла, тридцаточку ему, и он нам говорит на второй. Ну, давайте 50 фишек поставим на второй сектор, и на 18 поставим 20 фишек. С числами, конечно, крайне трудно. Тут, как и в самом сообщении написано, то, что не ставьте на сами числа, ставьте на области. Как бы боты особо не предназначены, чтобы ставить на числа, так как это крайне трудно прям угадать, и очень редко происходит. 24 ему ставим, не могу посоветовать сейчас, поставьте на нули. Давай ставим так, и 600 фишек на третий сектор, чисто из логики. У меня впервые такое-то, что бот говорит, не могу посоветовать сейчас. Дропнулась 32, и благодаря тому, что я поставил, мы выиграли. Так, сдропнулась двадцатка, это середина. Я поставил, дропнулась 20. И первый сектор, он говорит, давай 40 на первый сектор. Ну, честно, я немного в шоке с того, что он говорит, я ничего не могу посоветовать сейчас. Дропнулся третий, ничего страшного. Давай 34. Он говорит, третий сектор, дабл. Ну, как бы ладно, давай. Почему бы и нет, может быть он что-то знает. Давай еще на 32 поставим, как он и говорит. Хоть и шанс небольшой. Дропнулась 19. Я поставил, 19. Блэк. Давайте сколько, 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 сколько надо поставить на блэк, не знаю. Давайте, ну нет, я не помню, сколько мы поставили. Давайте 150 поставим на блэк. Я просто реально забыл, сколько мы ставили на третий сектор. То ли вообще мало, то ли много. Я реально забыл. Смотрим, смотрим, смотрим. Это получается красное. Ну, как бы грусть, печаль. 13. Это как бы нижняя линия. Давай, я поставил. 13. Третий сектор. Ну, косарь ставим на третий сектор. Почему бы и нет. Хотя, возможно, сейчас упадет 21, 23. В общем, второй сектор. Ну, посмотрим, посмотрим. Угадает ли он сейчас. Не угадал. Я поставил циферка 3. Третий сектор. Снова косарь. Ну, давай ставим. Дропнулось 33. Отлично. Он угадал. Но, как бы это нам огромного плюсика не принесло. Потому что, как бы, нельзя увеличить больше косаря. Он говорит, снова на третий сектор. Ну, мне кажется, это может быть ошибочкой. Но, давай поставим соточку. Вдруг, все-таки он знает что-то. Но, честно, сейчас казино как-то, ну, сторонновато дропает цифры. Вот, я тоже ничего не могу сейчас предугадать. Ничего предсказать. Дропнулось 32. Но, он все-таки угадал. Ладно, красавчик. Получается, в целом, мы в плюсике. Хоть мы и сделали не огромный плюс. Но, в любом случае, проверили бота. Бот работает. Все, получается, сняли мы деньги. И давайте теперь подумаем, какая все-таки из нейронок лучше. Вроде как, мы всегда играли по дефолтной. То есть, использовали Ричман С+. Сейчас решили заюзать Ричман 2С+. И, как бы, вроде и та, и та нейросеть рабочая. Но, как мне кажется, все-таки мне ближе обычная, самая первая, это Ричман С+. Поэтому, я, скорее всего, буду играть именно по этой модели. И вам советую юзать тоже ее. В комментариях вы можете пока тоже написать, проверяли ли вы новую модель или же нет. Как вам новая модель, какая вам больше понравилась, старая, новая. И где вы выигрывали больше денег. Я, наверное, все-таки отдаю предпочтение Ричман С+. Самая первая наша, самая любимая, можно так сказать. Которая сразу нам дала понять то, что нейронки реально крутые и могут помогать играть в казино. Ну, а вот и видеоролик уже подошел к концу, ребяточки. Вам огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить свои лайки, подписочку на канал оформлять. Ну, а вам всем огромное спасибо за просмотр, всем до встречи и всем пока-пока, братва.